За минувшие сутки один боец ВСУ погиб и 8 были ранены, об этом сообщают в штабе АТО. Боевики в общей сложности 78 раз обстреляли позиции украинских военных. Продолжаются попытки восстановить работу Донецкой фильтровальной станции в так называемой серой зоне. Напомню, она была повреждена во время очередного обстрела наемников. Все подробности об этом расскажет Геннадий Вивденко. В Авдеевке бои не прекращаются который день. Танковые снаряды боевиков попадают на центральные улицы города. Известно, как минимум два снаряда калибром 125 мм попали в дома на улице Гагарина. По информации главы администрации области Павла Жебривского, сегодня группа минеров и взрывотехников зашла на территорию Донецкой фильтровальной станции, чтобы обезвредить снаряды после обстрела боевиков. Только потом туда зайдут рабочие, которым для ремонта, по словам губернатора, необходимы 2-3 дня. Однако обстрелы в Деевке продолжаются и в эти минуты. Бьют из танков, минометов и ствольной артиллерии. В 16.25 начался обстрел. Обстрел был достаточно потужным. Но я так считал, что 15 штук полетело по месту. И потом я уже сбился. Попадений по месту очень много. Тут дом попадания. Менделеева 16 попаданий. Новый день в Попасной. Начался под звуки канонады вражеской артиллерии. Противник беспощадно бьет с 7 утра. Разрывы раздаются совсем уже рядом. Центром Попасной. Вот сейчас мы находимся около местной администрации. И шум отчетливо слышим. Бой идет рядом с городом. Под селами Новозвановка и Новоалександровка. 7 часов начали стрелять. Люди идут в школу, дети. И садик ведут. Я вообще не знаю. Куда смотрят вот эти организации, которые здесь находятся. Непонятно. Да вот это же бегу, потому что страшно. Как же не страшно. Так близко, что прямо вообще страшно. Ой, господи, господи. Когда же кончится. Пока что, к счастью, жертв нет, как и новых разрушений. В 10 минутах езды от города уже передовая. Днемся терпимо. По данным украинской разведки, в рядах противника пополнения настоящие военные профессионалы. Сейчас пытаются прорваться в тыл и выйти к Бахмуту. Окружить украинские позиции к югу от Попасной и к северу от Светлодарской дуги. Мы недавно определили, что там наконец-то стоят российские войска. Мы действительно воюем с Российской Федерацией. Мы слышим их говорим. Мы понимаем, что это не может так простить войска говорить. За последние пару недель они наблюдают свою активность на наших позициях. Супротивник позавчорашнего ночи начал активные боевые действия. Начал использовать тяжелую артиллерию 152-го калибра. Мы сейчас чувствуем, что по соседней позиции работают 82-миномет. Но это еще не вечер. Ну, слышите, идут пострелы, соответственно. И уверенность того, что будет застосовываться и ваша оружие. Накануне от выстрела вражеской противотанковой ракеты недалеко отсюда погиб украинский солдат. Ответным огнем украинцы ликвидировали командира роты оккупантов. В середине дня вражеские атаки понемногу стихают. Есть время навести порядок. Порошок, вода. Вперед. Не холодно? Нормально. Вражеская канада стихает на полчаса. Даже слышно пение весенних птиц. Геннадий Вивденко, Богдан Савруцкий и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интерес Луганской и Донецкой областей.